Спасти от спасателей в Кмельницкой области волонтёра обнаружили частный зоопарк. В нём содержат краснокнижных медведей в ужасающих условиях. Владелец уверяет, что раньше животным было ещё хуже, и он буквально спас их от смерти. Но активисты уверены, мотивы у него совсем другие. Какие, выясняли наши корреспонденты. Медведица Даша ещё год назад выступала на арене передвижного цирка. Когда содержать её стало проблематично, дрессировщик отдал зверя в частный зооуголок. С тех пор медведица живёт здесь. Но клетка настолько мала, что зверь может только стоять или лежать. Владельцы зооуголка утверждают, что прежде животным жилось ещё хуже. Где раньше все были, когда мы за свою зарплату, за пенсию тянем это всё? Где раньше все были? Никому не надо. А когда сын стал спасать всем, то все появились. Мы же не забрали их с природы. Мы забираем у людей, которые издеваются над ними. Сергей Палёхин в зооуголке за главного. Он согласен, что животных содержат далеко не в лучших условиях. Но считает, что это не главное. Все, кто отримает хижих тварин, они несут ответственность за безопасность для людей. Потом же идёт утримание. Потому что если тварину сейчас посадить в маленькую какую-нибудь... Я бы мог бы сделать с дерева или с маленьких проточков. Но не дай Бог, тварина вырвется на волю. Впрочем, о безопасности в этом зоопарке говорить сложно. Двойных защитных решёток нет. Зайти на территорию также не составляет труда. Волонтёры подозревают, что животными здесь просто торгуют. Лавиняк, он нам хотел отдать просто Лавиняк. А потом? Когда мы приехали, он сказал, что он кому-то там их продает за 3 тысячи долларов одного. Он помогал нам купить ведмедя также. За 10 тысяч гривен одного. Чтобы мы могли их перевести в лучшие условиями в реабилитационный центр Ценовир. Жалобу волонтёры направили в экоинспекцию области. После проверки там подтвердили, условия, в которых содержат бурых медведей, не соответствуют требованиям закона. Площа отримания на одного ведмедя має бути не меньше, чем 30 квадратных метров вольер. С высотой не меньше 3 метров, с протечной водой, с захисной спорудой от дождя и снега. Чего мы не увидели в данном месте. Госэкоинспекция составила 4 протокола о нарушениях. Субъектам господарювания им не надано документы, которые подтверждают законность набутя этих диких тварин. Это первое питание. Это фундаментальное питание, от которого все другие питания походят. Другое питание – это не соответствующая условия удержания каких-то тварин. Они все судовые, поэтому нами эти протоколы спрямованы к суду. Уже в ближайшее время Хмельницкий горсуд решит дальнейшую судьбу диких животных, а полиция уже начала проверку хоздеятельности зоу «Уголка». Александр Просяник, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности – телеканал «Интер» Хмельницкая область.